Христос Песня 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 Основной корпус наших преподавателей образует не то, чтобы научно-богословскую школу, это, наверное, слишком громко сказано, и тем не менее, какое-то направление у богословки достаточно своеобразное мы образуем. Когда мы собираемся все на семинары, собираются студенты, собираются преподаватели, действительно, снова и снова начинает что-то сдвигаться, начинают течь какие-то, на мой взгляд, просто мощные потоки. И институт называется институт богословия и философии, но просто потому, что нельзя назвать его институтом богословия и философии, и культуры, и литературы, и изобразительного искусства. Философская дисциплина, дисциплина ума, дисциплина личности, сопряженная и опирающаяся на полноту и богатство церковного учения, может сыграть очень большую общественную роль, прежде всего. Мы получаем действительно классическое, фундаментальное гуманитарное образование. Видим богословие, ту силу, благодаря которой вот эта религиозная стихия, можно даже сказать и религиозный хаос, обретает некоторую упорядоченность. Это тоже очень нам нужно, очень нужно нашей стране, которая такая хаотическая, хаотизирующаяся по разным причинам. Выпускник института оказывается способен мыслить, а это уже достаточно, это уже на самом деле довольно много, но здесь, пожалуй, нечто большее. Он оказывается способен мыслить в богословской перспективе. Христианство прежде всего учит о том, оно стоит на позиции, что человека надо сохранить, а человек это прежде всего и мышление тоже, потому что без мышления, увы. И поэтому богословие и философия, они не, это абсолютно, мне кажется, естественно, то, что они находятся вместе, потому что это как, грубо говоря, два берега, два берега, богословие и философия, посредине которой течет река под названием Человек. И уберешь один берег, и все разольется, и в какой-то хаос превратится. И поэтому философия и богословие, они не должны перекрывать друг другу кислород, а должны действовать сообща, что и происходит в нашем институте, потому что лично я тоже философию понял благодаря богословию, и в свою очередь и богословие тоже благодаря философии. То есть это как-то, я даже не знаю, где границы, это как-то, ну, вместе, я не представляю, как это разъединить. Институту богословия и философии в этом году, в 2017-м, исполнилось 25 лет. Он был открыт 14 января 1992 года. В России до 90-х годов XX века богословское образование не преподавалось нигде, кроме как в духовных учебных заведениях. Ядро института богословия и философии составили преподаватели вузов, для которых стало понятным, что отсутствие богословского знания, понимания, мировосприятия делает картину жизни и картину мира ущербной. И священнослужители, которые к нам примкнули и составили наш коллектив, за время обучения наш институт закончил более 500 человек. Будучи изначально по определению светским учебным заведением, тем не менее, наши выпускники выбрали себе в качестве стези путь священнослужителя. И не менее 35 человек сейчас служат священниками, и некоторые даже подстриглись монахи. Вот это сочетание научной и образовательной деятельности, оно для нас очень важно в каком отношении. Вот при институте существует небольшое издательство, которое совсем немного книг выпустило за этот период, за эти 25 лет. Ну, где-то около 25 книг. Получается, одна книга в год как будто. Но вот наша, так сказать, принципиальная позиция в том состояла, чтобы мы издавали книги только наших преподавателей. Книги наши, они как раз и отражаются в сообразии нашего института, а именно встречу богословского и философского знания. Но достаточно своеобразен и журнал, который издается в нашем институте. Журнал мы назвали «Начало», потому что, собственно говоря, он почти ровесник нашего института. И вот тоже не так уж часто встретишь стремление к тому, чтобы в журнале печатались, если не на равных, то во всяком случае, вот достаточно весомо были представлены и студенты, и выпускники института, а не только преподаватели. Я смело могу сказать, что институт богословия и философии сыграл в моей жизни и продолжает играть ключевую роль. Дело в том, что 20 лет назад я поступил в институт как студент, и после его окончания я остался здесь работать. Тем самым я являюсь его, я ученик, и теперь я учительствую, и объединяю в себе вот эти необычные вещи, и большим трепетом ощущаю онтологическую связь между учителем и учеником. Часто наши лекции, занятия превращались в какие-то такие живые обсуждения, после которых ходишь сам с некоторыми мыслями, которые бы не надумался сам. Это действительно такое вот сообщество, и я не побоюсь сказать, какое-то продолжение церковного, соборного бытия в условиях академического учреждения. Ну что же, часто в Европе, особенно мы знаем, монастырь был, прежде всего, школы, да, и университеты, мы выросли из монастырей, возможно, и в России, в перспективе ее дальнейшей жизни этот момент станет определяющим и важнейшим. Дело в том, что в Петербурге и вообще в России располагаться учебному, негосударственному учебному заведению можно только на строго определенных площадях. И мы с 2009 года, потеряв возможность найти самостоятельную площадь, примкнули к одному частному, негосударственному учебному заведению. Пробыв здесь 8 лет, мы осознали, что наш путь все-таки совместно с кем-то другим не получается ввиду как бы разного понимания, разного отношения того, что такое богословское образование. Мы сейчас стоим на пути принятия очень важного решения, снова вернуться в самостоятельное учебное заведение и продолжить реализацию этой программы, ради которой мы собрались 25 лет назад. В Институте Богословия и Философии существует студенческий клуб, где студенты и выпускники проводят дискуссии, приглашают гостей и обсуждают животрепещущие темы. У клуба есть сайт и ютуб-канал. Клуб является собой неформальную связь между студентами, выпускниками и преподавателями института. Здесь люди общаются и находят ответы на волнующие вопросы. Мы не собираемся менять свою политику и повышать стоимость обучения, но у Института Богословия и Философии нет собственных помещений. И для аренды помещений и оплаты труда преподавателей институту необходимы средства. Это вынуждает нас обратиться за материальной поддержкой ко всем, кто мог бы принять посильное участие в восстановлении института в качестве самостоятельного учебного заведения. Дополнительную информацию, реквизиты, контакты и ссылки вы можете увидеть в описании к видео. Продолжение следует...